Сегодня в нашей теме мы поговорим про SEO-ссылки. Вы все знаете, что SEO-студия занимается продвижением и многие у нас спрашивают именно о SEO-ссылках. Мы немножечко хотим внести ясность в это определение. Меня зовут Николай Шмачков. И меня улитовский Анатолий. И мы сегодня дадим ясность вообще в этой теме, что такое SEO-ссылки. По мнению Яндекса, SEO-ссылка является ссылкой, которая влияет на поисковую систему, а не несет ценность для пользователя. В принципе, даже по словам Садовского, SEO-ссылки это ссылки, которые направлены на то, чтобы манипулировать поисковой выдачей, но не несут никакой полезности для пользователя. И именно вот это ключевое отличие SEO-ссылок от обычных ссылок внешних, которые находятся на вашем ресурсе. Ну я хочу сразу сказать вообще, почему SEO-ссылки сегодня так важно и почему это все-таки алгоритм ранжирования. Если вспомнить еще 2000-е года, когда Yahoo имел жесткие позиции в поисковом трафике и Google только набирал обороты, необходимо было придумать что-то новое, интересное. И тогда создатели Google, Сергей Брин и Ларри Пейдж придумали ссылочное ранжирование. И что же такое ссылки? Это когда другие сайты ссылаются на ваш контент. Соответственно, они вас рекомендуют. Вот это и есть рекомендация, потому что если поисковик оценивает только исключительно контент на странице, очень сложно понять объективную часть. Действительно, насколько это классный контент. А когда его еще рекомендуют другие сайты, соответственно, это и дает ранжирование. И основная цель ссылок показать, что вас просто банально рекомендуют другие сайты. Здесь сразу рассматривается вопрос, насколько релевантны эти ссылки, какой авторитет этих сайтов, которые вас рекомендуют. Вот представьте, вы заболели, вам интересна будет рекомендация от реального врача, от сапожника, министра здравоохранения или кого-либо еще. Соответственно, какой-то сапожник, он нерелевантный, он не имеет авторитета. Врач, да, он релевантный, он имеет авторитета. Министр здравоохранения, это просто бомбезный авторитет, который действительно, наверное, заслужил получить эту позицию. Я надеюсь, что оно действительно так, потому что мы знаем, как у нас министрами становится. Но сам смысл в том, что это и есть понятие авторитетности и релевантности. Так же само работают поисковики, они смотрят, кто на вас ссылается, насколько это авторитетный ресурс. И когда появились ссылки, конечно же появились СОшники, которые начали их проставлять и манипулировать поисковую систему. После этого Google вел множество алгоритмов в борьбе с СОшниками. И на сегодняшний день ссылочное гаражирование играет огромную роль. Единственный вопрос заключается только в методах проставления этих ссылок. И сегодня, чтобы обмануть поисковую систему, необходимо действительно проделать тяжелую работу. А нужно ли обманывать? Это второй вопрос, потому что есть белые и черные методы продвижения. Николай, что вы думаете по ним? Абсолютно согласен. По поводу черных методов я могу сказать, что конкретно не любят каждые поисковые системы. Например, Google не любит обмен ссылками. Это когда ссылочка появляется на вашей страничке и аналогично ссылочка появляется на другой страничке. Обмен ссылок Google однозначно банит. Но я говорю четко Google. Едем дальше. Google не любит ссылки на сгенерированных страницах. Если замечается, что этот контент сгенерирован и не несет никакой пользы, ссылки с него попадают в так называемый черный список. Очень сильно Google не любит покупные ссылки. Для этих целей у него даже создан специальный тул, где может любой пользователь пожаловаться и доказать, что ссылка была куплена. И тогда и сайт, который разместил ссылку и сайт на кого ссылались, получают страйк. Условно говоря, санкции. За покупные ссылки в Google очень строг. Но строг, напоминаю, в бурже. В Рунете с этим все послабее и еще нужно умудриться доказать, что ссылка куплена. Google очень не любит, когда ссылки идут с так называемых link farm, сайты, которые созданы ради ссылок. И когда с одной страницы идет огромное количество внешних ссылок, это сработает однозначно вам в минус. Ребята, которые любят ссылочки с форумов, привет. Однозначно это мертвая стратегия для работы с Google. Именно я еще раз говорю с Google, потому что я отдельно выделю Яндекс. Google также не любит ссылки сквозные с подвалов. Подвальные сквозные ссылки Google ненавидит, но их и ненавидит Яндекс. Поэтому будьте добры, если вы веб-разработчик и там любите ссылочку в подвал ставить, что мы разработали этот сайт, закрывайте ее. Будьте добры тегом sponsored nofollow. Иначе можете навлечь беду на себя и на сайты всех ваших клиентов. Ну и конкретно, что не любит Яндекс. Яндекс конкретно не любит ссылки с нетематических ресурсов, которые ссылаются на нетематические ресурсы. Исключение составляет сайты поиска работы, которые ссылаются на странички вакансий. И когда вы ссылаетесь на, условно говоря, тематическую страничку с тематического сайта. Условно говоря, тогда сайты разных тематик могут ссылаться друг с друга, но очень важна тематика страницы, на что он ссылается. Яндекс ненавидит большое количество ссылок с сайтов с низким рейтингом. У Яндекса свой рейтинг показателей, у него есть x и этот индекс качества сайта, если вы получаете чуть ли не с нулевых строите ссылки на свой сайт, Яндекс может прислать вам письмо счастья в виде обновления в веб-мастере. Ну и конечно же вы должны понимать, что Яндекс ненавидит так называемые анкорные ссылки с коммерческого характера. Здесь приходится откровенно манипулировать анкорами, потому что если вы все-таки хотите строить ссылочки, анкоры нужно видоизменять и желательно делать разные. Старайтесь так, чтобы на один одинаковый анкор вообще больше двух-трех ссылок не приходилось, возможно даже одна. Собирайте обширное семантическое ядро, собирайте уникальные анкоры и вот уникальные анкоры по одному размещайте, если вы уже делаете анкорное продвижение конкретных страниц. Исключением являются брендовые анкоры. Брендовые анкоры Яндекс игнорирует и считает нормальными, на то они и брендовые анкоры и к ним особо, как говорится, не терпит никаких негативных факторов. Да, очень хорошее дополнение. Мне это нравится. Я вам скажу самое большее, что основная масса людей, которые смотрят наш YouTube канал, они являются веб-мастерами. Конечно, множество СООшников. Я вам скажу, даже если вы не понимаете, что такое ссылки, рекомендую вам изучить этот материал, потому что лучшие результаты SEO компании достигаются с клиентами. Те, кто понимают, что такое ссылки, как их создавать и для чего они создаются. Потому что, если вы не понимаете и просто поручаете вашему СООшнику, пожалуйста, проставь мне ссылки и дай мне результат и не понимаете, что заказываете, вы такой же результат и получите. Когда вы работаете совместно, результаты намного выше. И я бы вам все-таки рекомендовал думать больше про белые методы продвижения. Я знаю, что у нас более популярные черные методы продвижения, PBN и покупки ссылок. Но возьмите наш, к примеру, сайт. Мы не покупаем ссылки, но у нас трафик растет, у нас высокие позиции, у нас продвинутые страницы и мы создали их белыми методами. Основная причина, потому что мы не создаем много ссылок. Мы создаем немного, но они все качественные. Зачем пытаться создать там 100 тысяч ссылок, 10 тысяч ссылок. Если вы создадите одну-две ссылки, они дадут вам много результата. Понимаете, каждая ссылка, она не создана одинаково. Это зависит от релевантности, от авторитетности и от множества других параметров. Поэтому моя основная рекомендация, не гонитесь за количеством, создайте качественную ссылку. И тут есть разные методы продвижения. К примеру, это гостевой постинг, это может быть Outreach SkyScraper Techniques, стратегия Brian1, когда вы создаете намного лучше контент и связываете с мастерами других сайтов и говорите, что они ссылаются на старый контент. Это методы битых ссылок, это может быть какая-то пиар-компания, когда вы создали какое-то там исследование и ссылаетесь. То есть, в принципе, множество исследований. Вот, кстати, Николай, какие методы тебе больше нравится всего именно в создании ссылок? На самом деле, самый живой метод, который сейчас работает, это создание инфоповода и размножение его в СМИ. Суть заключается в том, например, вы берете, хотите провести социальную программу для студентов. Самый оптимальный такой вот формат, который мы уже несколько лет практикуем и он стоит своих денег, то есть он работает и приносит результаты. Мы этот сейчас оформили как бизнес-продукт и успешно продаем. Суть заключается в том, что мы создаем страничку на сайте клиента, где клиент говорит, что проведет конкурс для студентов и выделит им грант на определенную сумму, которая будет перечислена на их расчетный счет вуза. Это даст студентам возможность поучаствовать в конкурсе на написании лучших статей. Статьи присылаются клиенту, клиент выбирает, выбирает победителя и перечисляет деньги на расчетный счет вуза. А мы эту программу при помощи техники Outreach активно рассылаем по вузам, потому что мы уже наработали фактически клиент-базу и знаем, кому с кем писать. Получаем огромное количество ссылок и это работает. Кстати, в заключение хотел бы вам сказать, почему линкбилдеры действительно достигают намного выше результатов, потому что они каждый день занимаются этим. Вы можете прочитать множество статей и исследований, но все-таки практика является практикой и когда методы наработаны, я бы все-таки порекомендовал бы вам бы просто изучить, понимать, что вы заказываете, но при этом сосредоточиться на развитии именно вашего продукта, вашего контента и поручить работу специалистам, которые действительно понимают, что такое продвижение сайта. Кстати, напиши в комментариях, что ты думаешь, какая твоя основная специализация, любишь ли ты создание ссылок. Я знаю, что многие это не любят, в том числе и мы. Николай, что хотите добавить? Да, конечно, я могу рассказать еще клевые стратегии. Все знают историю про застрявший корабль в Суэцком канале. Один энтузиаст создал сайт из SteelShipStruck, ну типа застрял ли еще корабль и он создал сайт, на котором он обновлял контент про застрявший этот корабль и они получили 600 ссылок жирнейших СМИ, включая там все возможные зарубежные СМИ, короче, которые работают в Америке. Он получил огромное количество ссылок. Фактически, зачем ему этот сайт? Он может его подклеить к чему угодно и передать ссылочный вес. Да, это SEO ссылки, это вот этот метод, но он собрал фактически на сайт, скульптировал на себя огромный ссылочный вес на вот этот маленький сайт. Этой трюке тоже работает. Это называется работа с повесткой дня. Вы можете создавать контент, завязанный на вашем сайте с текущей повесткой дня. Например, что-то происходит сейчас в стране, что-то происходит сейчас с бизнесом, что-то происходит сейчас с политикой. Вы можете создать сайт, который типа контент обновляется, так называемые дайджесты и просто на нем обновлять контент. Вы потом получите кучу ссылок с других СМИ, которые будут ссылаться на вас, что у вас свежий контент. Но здесь надо быть именно впереди, свежим и постоянно что-то обновлять и над страничкой действительно поработать. Второй метод заключается в создании linkbait контента. Мы создали тулы, которые нужны SEOшникам. Эти тулы на самом деле очень просты. В каждом бизнесе можно найти то, что можно создать очень просто. Например, вы продаете болты, гайки и вам нужно... Вы знаете, что часто люди взвешивают от количества штук, сколько какого диаметра, сколько реально весит. Вам же нужно рассчитать доставку. Оно в десятках, там сотнях килограммов стоит эта поставка. Калькулятор веса, крепежных материалов. Простой калькулятор, который выбирает варианты и считает. Мы это внедряем, получаем кучу ссылок на этот калькулятор, потому что ним пользуются кто? Конечно же клиенты. Они где угодно у себя заходят, пользуются, потом репостят как полезный тул. Это в любом бизнесе можно найти такой метод получения ссылок. Создаете какой-то контент, на который люди хотят будут строить ссылки. Вы можете чуть-чуть помочь им, порассылая этот тул, но потом эффект может расти уже снежным комом. Поэтому SEO ссылки на самом деле, они граничат с классическими ссылками. Если уходить сильно в чернуху, то можно там понятно, и там и PBN, и подклейки, и дропы поднимать, и редиректить. Это черные методы. Но вот с другой стороны лежат белые методы, парочку из которых вот мы перечислили. И вот посередине кроется вот как раз вот где вы помогаете белым методом, серыми трюками для того, чтобы они дали больше эффект. Поэтому в SEO нет фактически, вот правильно говорили на вебинарах, белое SEO сереет, черное SEO светлеет. И вот здесь нет такой жесткой четкой грани между этими методами. Но белое SEO преимущественно, потому что поисковик его никак не реагирует. А напоминаю, если вы получите бан за SEO ссылки, вам будет кропотливо и долго их снимать. Снимать, если их в Google можно дизовоу закрыть, это пол беды. На самом деле их нужно реально снимать. Обращаться туда, где вы повесили ссылку, и просить ее закрыть. Это еще больше времени, чем вы потратите на их проставление. Окей, ребята, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, слушайте наши аудиоподкасты. Мы всегда рады ответы нашей аудитории. Задавайте нам множество вопросов. Мы обязательно дадим на все эти вопросы ответы. И увидимся в следующий раз. Пока. До новых встреч.